Я, наверное, буду звучать банально, но мы не видим другого пути, кроме выполнения минских договоренностей. И чем сейчас вот занимались советники, лидеров нормандского формата, они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны. Уступка со стороны Донецка и Луганска, с которыми мы теснейшим образом координируемся перед каждой встречей в нормандском формате. Исходя из того, что нормандский формат это лишь такое сопровождение главной работы, а главная работа идет в трехсторонней контактной группе, как ее называют украинцы. Мы ее называем контактной группой, но можно говорить о трехсторонней, учитывая, что там три стороны Киев, Донецк и Луганск, а Россия и ОБСЕ являются посредниками. Так вот, дорожная карта, которую поначалу предложили разработать много лет назад, еще три или четыре года назад немцы и французы, сейчас эта идея снов вновь всплыла. На том этапе замысел был в том, чтобы синхронизировать движение по треку безопасности, разведение сил, отвод тяжелых вооружений, обеспечение пунктов пропуска, чтобы они функционировали комфортно для гражданских лиц, и меры в сфере политического регулирования, продвижения по статусу, подготовки выборов, амнистии и так далее. Тогда этого не получилось, потому что украинская сторона категорически воспротивилась именно такому параллельному движению. И стала говорить сначала, что все вопросы безопасности решить надо, а потом мы будем думать про политическое наполнение. В это уперлась, кстати, сказать в свое время и тема выборов, поскольку по Минским договоренностям, если их читать без политизации и без идеологических шор, там написано, сначала надо обеспечить специальный особый статус Донбасса, а потом уже на основе этого особого статуса проводить выборы. И компромисс между вот этими двумя, вернее, а Украина говорила, давайте наоборот, сначала мы проведем выборы, а потом в зависимости от того, кого там изберут, если он нам понравится, мы дадим особый статус, не понравится, не дадим. И тогда был достигнут компромисс с участием президента Путина, лидеров Франции, Германии и Украины, так называемой формулы Штайнмайера, которая синхронизировала проведение выборов и предоставление специального статуса этому региону. Это все было подтверждено в декабре 2019 года на саммите в Париже. Зеленский, президент Зеленский, обязался воплотить эту формулу Штайнмайера в законодательство. Ничего этого сделано не было. И из парижских решений выполнено было немного, в частности, на нескольких участках состоялось разведение сил и средств, ну и небольшой обмен пленными и удерживаемыми лицами. Кстати, попытки согласовать еще один обмен, который продолжали все эти месяцы, окончились провалом из-за позиции Украины, которая выдвигала все больше и больше каких-то искусственных требований. Поэтому республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории ДЛНР, Киеву в одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда за то, что обмен всех на всех, как договаривались раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям. Вот. И сейчас, когда советники лидеров встречались, опять была предпринята попытка сделать какую-то дорожную карту, чтобы, ну если уж пытаются представить минские договоренности как договоренности непрямого действия, давайте тогда расшифруем каждый шаг, который там предусмотрен. Хотя Украина занимает полностью обструкционистскую позицию. Вам один пример. Минские договоренности говорят, надо отвести силы и средства на определенную дистанцию от линии соприкосновений. Просто. Не то, что там в каком-то конкретном, а везде. И когда в декабре 2019 года был нормандский саммит в Париже, накануне саммита эксперты согласовали заявление, итоговое заявление лидеров. И там был пункт разведения сил и средств к такому-то сроку по всей линии соприкосновений. Завизировано уже было экспертами и министрами, и советниками. Президент Зеленский сказал, я на это пойти не могу. Я могу согласиться только на разведение в трех новых пунктах пропуска, в трех новых районах границ линии соприкосновений. И лидеры Германии и Франции просто опешили. Как это так? Когда Украина всем трезвонит на каждом углу, что для нее главное решение проблем безопасности на земле, и вдруг президент, с которым связывали столько надежд на продвижение к миру, который сделал лозунг об установлении мира на Донбассе главным в своей избирательной кампании, вдруг сказал, нет, я не буду разводить силы и средства, только могу в трех деревнях это сделать. Это уже наводит на мысли. Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать минские договоренности. Когда президент Зеленский говорит, минские договоренности нам нужны только для того, чтобы сохранять санкции против России, иначе я бы из этих договоренностей вышел, и полное молчание из Парижа и Берлина. Когда представитель Киева в контактной группе, бывший президент Кравчук, заявляет, что минские договоренности это главное препятствие на пути урегулирования проблемы Донбасса, это означает только одно, что они мешают Киеву силой попытаться восстановить там свои порядки. Когда очередной член делегации Киева в трехсторонней, в этой контактной группе, господин Резников, заявляет, что минские договоренности, может быть, и ничего, они плохие, но они, во-первых, не юридически обязывающие, они просто политическое пожелание, полная неграмотность, потому что минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН в единогласно принятой резолюции, тем самым стали частью международного права. А еще он заявляет, что там можно кое-что местами поменять, главное сначала ввести украинских пограничников и занять всю границу с Российской Федерацией, тем самым окружив Донецкую и Луганскую народные республики, а когда украинские силовики их возьмут в окружение, там уже выборы можно и не проводить. Они там назначат каких-то генерал-губернаторов, посадят в тюрьму всех руководителей, потому что они названы террористами. Поэтому сейчас для меня главное это понять, что о себе думают французы и немцы, когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу, и ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, вернее руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы уже будем по-другому выстраивать свои действия на этом направлении.